Уважаемые подписчики, мои друзья, мои родные, дорогие и любимые братья и сестры во Христе. Меня зовут Хирьянов Тимофей Федорович. Вы знаете меня как преподавателя информатики, программирования с кафедры информатики, вычислителя математики МФТИ. Безусловно это так, но есть та часть жизни, про которую мало кто знает. Я глубоко верующий православный христианин. И это не формальность, для меня это очень важно. Это существеннейшая часть моей жизни, которая определяет мой выбор, мои ценности. И я потратил несколько лет на то, чтобы обучаться, чтобы не просто так принять веру с точки зрения религиозного обряда. Я уверовал довольно поздно, я закончил МФТИ уже почти. На шестом курсе я пришел в церковь, довольно неожиданно для самого себя. Немного в каком-то смысле и от ума, то есть в каком-то смысле додумался до многих вещей, поставил какие-то сложные вопросы. Но в первую очередь я встретился с живым Богом. И эта связь с Ним, она для меня принципиально важна. И она важнее для меня, чем даже связь с конкретной общиной людей, с приходом церковным, в котором я живу, с которым вместе я причащаюсь в христианских таинствах. Я два года учился в Патриаршем Духовном Центре развития детей и молодежи по ЦДРДМ в Даниловом монастыре. Это вечернее образование, тем не менее, оно довольно хорошее. Я руководил несколько лет евангельским кружком студентов МФТИ. Сам еще был тогда аспирантом, потом уже будучи преподавателем, тоже так получилось, что возле меня это вертелось. Я с ребятами вместе читал Евангелие, обсуждал его. Я знаю, что мало православных христиан читало Ветхий Завет, а зря. Вообще, мало кто читал Библию, вникая, глубоко понимая, не только через проповеди, интерпретации священников, епископов. Мало кто из православных христиан обращается к Священному Писанию. Я считаю, это очень важно. После этих двух лет, которые я обучался в Патриаршем Центре Духовного Развития Детей и Молодежи, в Школе Молодежного Служения, я еще четыре года учился на заочном отделении в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете по СТГУ на Богословском факультете. Но в связи с семейной ситуацией, работой, просто банально, дети, семья, я не закончил. Мне пришлось уйти. Но, тем не менее, это было очень важно для меня. Дополнительный опыт, знания, не только языки, латынь, церковно-славянский, греческий. Нет, история, богослужение. Я очень многое знаю, для меня очень многое в христианской традиции, в первую очередь в православной, дорого и важно. В это время, которое наступило сейчас, мне тяжелее всего переживать неполитический вопрос, что там я ничего не могу сделать с этим неизбранным мной президентом, с этой неизбранной мной думой, которые делают нечто, что вызывает ужас у любого нормального человека. Я говорю про российскую власть. Меня, конечно, больше всего волнует то восприятие, тот вопрос религиозной окраски. Религиозный вопрос. Многие мои верующие друзья настолько запутаны пропагандой, настолько идеологически подготовлены, что мне действительно тяжело. Казалось мне, что я соединен с многими людьми глубже, чем просто, ну как сказать, дружба, совместные дела. Мы соединены плотью и кровью Иисуса Христа, которая течет по нам. Моя вера, она в моих делах. Я старался, вот спрашивают, что я делал последние 8 лет. Кодовая фраза всех ботов. Мне, во-первых, ни капельки не стыдно за последние 8 лет. Я занимался, я настоящий патриот, я так считаю. Я всегда был патриотом. Извините, я лейтенант запаса. Да, я закончил военную кафедру, потом была аспирантура, потом преподавание, дети. И меня не забрали. Не было такой нужды тогда, и слава богу. Вот, но я был патриотом своей страны, я им оставался и остаюсь. Я люблю русскую культуру, знаю ее довольно глубоко. Я люблю читать художественную литературу, но не только русскую. Я люблю и знаю, нет, я не историк, но мне интересна история, не только русская. Я не восхищаюсь своей страной слепо и везде, во всяком событии. И очень много есть страниц, историй, за которые мне стыдно. Ну, как стыдно? Это не мои личные грехи, не то чтобы я там прям вот... Но, тем не менее, мне прям жалко тех людей, которые жили при Сталине. Почитайте Лидию Чуковскую, дочку Чуковского. Ее роман известный. Ну, вообще, некоторые там на Солженицына гонят. А вы почитайте Солженицына. Перед тем, как гнать и осуждать. Есть вещи относительно древней истории, которые тоже не вызывают у меня восхищения. Но есть вещи, которыми можно гордиться и нужно. Я не хочу отрекаться от своей страны, но я не с этой безумной, коррумпированной властью. Я против того, что они делают. Я против того, что они делают, в первую очередь, в моей стране. Здесь трудно свободно дышать. Здесь страшно жить. Бесперспективно. Знаешь, есть такая фраза «Едим Россию». Не буду рассказывать, под какой картинкой это пишут. Ну, вот что называется, да. Животное не наелось, да, и пошло есть дальше. Братья и сестры, давайте политические вопросы отодвинем. Потому что я не знаю, во что вы верите. Люди разные говорят, да. Что там между сынов человеческих? Да, в ком там есть правда? Но есть то, на что мы можем опереться. Это Библия. Да, это, кстати, Библия на украинском языке. У меня такое было хобби. Я собирал Библии на разных языках мира. У меня есть Библия и на сербском, на английском, естественно. У меня есть Библия, естественно, на русском. Много экземпляров. Это зачитанная версия. Еще раз говорю, я много чего читал. Нам надо вспомнить заповеди Иисуса Христа. Главную заповедь – не убей. Знаете, вот замечательная есть песня Юрия Шевчука. Иисуса Христа выразил в ней вот эту заповедь. Не стреляй. Не стреляй в голубей из рогатки своей. И не хвастай, что бьешь по мишеням живым. Без промаха. Вот. И что я могу сказать? Я уверен, что Господь Иисус Христос, во-первых, нас не оставит. Во-вторых, вас Он не оставит, те, кто сейчас там, в зоне боевых действий. Он рядом с вами. Он страдает вместе с вами. Его кровь изливается вместе с вашей кровью. Главное, чтобы вы не отреклись от него, не озлобили свое сердце и не отступили. Среди ветхозаветных книг. А время, в котором мы сейчас живем, оно в каком-то смысле ветхозаветное. Люди могли совершенно спокойно вырезать народы. Один народ пошел к другому. Месть – это норма. Ветхозаветные заповеди, они ограничивают месть. Известно, это глаз за глаз. Это ограничение кровной мести. Не больше, чем глаз за глаз. Не больше, чем руку за руку. Высшая нравственность Ветхого Завета – это то, что проповедовали пророки. Есть книги великих пророков, есть книги малых пророков. Есть замечательная книга пророка. Много нужно читать. Я не буду читать много. Но я сейчас открою и прочитаю маленький кусочек из книги пророка Амоса. Страничка 1262. Я слушал в свое время лекции про Терриэльва Шехлярова. Замечательные лекции по Ветхому Завету. И очень вам советую, если вам нужно переключиться на что-то из вот этого страшного информационного потока, можете поискать, послушать. Они в Ютубе есть, есть в Аудио, можно их разыскать. Это пророчество. Я прочитаю кусочек начала, а потом перешагну через несколько вещей. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Азии царя Иудейского и во дни Иеравама цена Аса царя Израильского. За два года перед землетрясением. Дальше рассказывается про суд над разными народами, языческими народами, которые окружали Иерусалим. И чужие народы осуждаются за многие вещи, не связанные с религиозным богослужением. Будучи не православными на тот ветхозаветный манер, будучи язычниками, Бог не обвиняет эти народы за религиозные прегрешения. Он говорит за то, что они вывели всех плен, чтобы предать их и дому, не пощажу, истреблю жителей долины Авен, потому что они молотили галаат железными молотилами, за убийство, за то, что они вырезали народы и так далее. И вот потом, ну два царства, Иудеи и Израиль, не будем вдаваться сейчас в ветхозаветную историю, но за что Бог обвиняет? Он говорит за то, что отвергли закон Господень, постановлений его не сохранили. Идолы, вслед которых ходили отцы, их совратили с пути. А теперь я немножко перелисту вперед, потому что Израиль не реагирует на предупреждение от пророков. Вот придут на вас дни, 4 глава, когда поврекут вас крюками, говорит он, единственному Бог, говорит, единственному истинно верующему народу, который вот им выпистован, да, это народ Израиля, избранный народ. Слушайте это слово, телицы васанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, мы будем пить. Клялся Господь Бог, говорит пророк, святостью своей. Вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. Сквозь проломы стен выйдите, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль к язычникам и грешите, в Агал-Гал умножайте преступления. Простите, я волнуюсь, мне трудно находить быстро нужные слова. Я боюсь, что я начну читать слишком много, тем более, что для вас наверняка многие эти части истории незнакомы. Вы же не читали книгу истории этих книг. «Царство» мы пропустим. Послушайте. «Ибо так призыв к покаянию. Ибо так говорит Господь Дому Израилю». Дело в том, что в призыве к покаянию тоже становится понятно, а в чем согрешил Дом Израилев. «Взыщите меня, — говорит Бог, — и будете живы. Не ищите Вифиля и не ходите в Галгал и в Версавию не странствуйте». Это все языческие страны, ну и, соответственно, языческие верования. Не обращайтесь к языческим, к каким-то безумным религиям. «Ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто, в защите Господа и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. «О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю». Суд должен быть восстановлен. В первую очередь, честный независимый суд, которого давно нет в нашей стране. «Кто сотворил семизвездия Ориона и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они, это Бог говорит про израильтян, ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду». Немцова убили, Навального хотели, заперли, посадили. Гнушается тем, кто говорит правду. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней». Очень богатые дома, тесанные камни, да не кирпич даже. «Построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, говорит Господь, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». Как это звучит сейчас, да? Действительно, многие люди разумные, они просто, а что можно, ну, то есть, как сказать, тебя посадят, будут пытать, обыски и так далее. Разумный безмолвствует. Злое это время, понимаете, злое. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Ну, как вы думаете, что будет. Да, они говорят, Бог с нами, как сейчас. Многие говорят, с нами Бог. Но при этом это не так. Бог против них часто. Это пустая политическая декларация. А на самом деле, чтобы Бог был с ними, чтобы Дух Святой был с людьми в душах и телах людей, нужно другое. Честность, правда, суд, соблюдение заповедей. Скромность, скажу вам, кротость. Добродушие. Не подозревать в людях или в соседних странах всякое зло. Подозревать добро. Лучше ошибиться и быть преданным. Понимаете? Это очень важно. Возненавидьте зло. И возлюбите добро. И восстановите у ворот правосудие. Ну, место, где происходил суд, это было у ворот города. Публичное место. Туды должны быть публичными, а не закрытыми. Должны быть правосудными. Может быть, говорит пророк Амос, Господь Бог, Саваоф, помилует остаток Иосифов. Поэтому так, говорит Господь Бог, Саваоф, Сидержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать. Увы, увы. И призовут земледельца стетовать. И искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач. Ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Бог говорит это древнему Израилю. Но поверьте, Библия – это книга на все времена. Сквозь страницы Библии, через меня в том числе, Бог говорит с вами, с нами, с нашим народом. Горе желающим дня Господнего. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Нет. Он тьма. И нет в нем сияния. Многие ждали. Вот, когда Бог придет, день Господень. Ребята, Бог пришел. Вот с тем, что сейчас будет происходить в России, Бог пришел. Вы звали? Вы ждали? Вы ждали? Вы знаете, за что? Как вы впитывали злобу? Мы, я прошу прощения, я же сам часть русского народа. Да, я здесь жил. В 2014 году, на фоне этой крымской эйфории, я ведь тоже воодушевился. Да, я не имел альтернативных источников информации, я не знал, где кого читать. Я читал РИА Новости, прям сочувствовал ополченцам. И потом постепенно, говорят опять же, вот эти ребята, боты всякие, говорят, вот что вы делали 8 лет. Ребята, вот как раз 8 лет назад я не бросил читать новости сразу после конфликта, я продолжил волноваться, читать, изучать, что происходит, можно ли как-то там помочь. Я стал обнаруживать противоречия в самой пропаганде, действия, которые были абсолютно не направлены на защиту и так далее. Я сейчас не буду приводить примеры и даже ссылаться конкретно, но невозможно верить. То есть, если человек внимательно читает, даже попытаясь, как сказать, это невозможно. Я осознал потом, просто прочитал, что, во-первых, не все так сложно. Услышал людей, которые живут там, на местах, и с одной стороны, и с другой стороны. И, послушайте, с той стороны не изверги. Украина это не фашисты, не бандеровцы, это все лозунги. Это лозунги пропаганды, унижающие других людей. Это нагнетание, эмоциональное накручивание. Выбросьте это. Там люди. Там люди и очень много. Большинство из них, почти большинство, говорит по-русски. Ну, по крайней мере, там, где сейчас происходят боевые действия. Простите, пожалуйста, я еще немножко прочитаю. День Господень. Я к тому, что вот как бы, когда Бог придет сюда, когда Он пришел сюда. Это же не без Его участия. Да, Господь, поверьте, каждый умерший добрый человек, он принимается Богом. Даже если он умер досрочно. Это как, ну, знаете, кесарево сечение. Это бывает иногда даже досрочное, да, когда там спасают ребенка. И даже очень сильно досрочно бывает, когда там сложная очень беременность, и ребенку нужно немедленно там лечить. Его прям вот досрочно вскрывают, чтобы он был жив. Вот так бывает, что человека Господь забирает намного раньше, чем он состарится. Потому что так будет лучше для его вечного спасения. Ему решать. Он Бог. Как человек решает, когда животным жить, а когда умирать, когда животное здорово, когда неизлечимо больно. Но так и Богу решать. Мы не должны жаловаться. Это Его право. Но мы не должны быть убийцами ни в коем случае. Ладно, простите, я опять немножко еще прочитаю про религиозность. Так называемых православных верующих людей, которые поддерживают вторжение на Украину. Людей, которые поддерживают текущую власть с неправедными судами, с фальсификациями на выборах, с этим ура-патриотизмом и пропагандой зла с экранов телевизоров. Господь говорит древнему Израилю, а в конечном счете я вам скажу и нам. Ненавижу. Отвергаю праздники ваши. И не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вы изнесете мне всесожжение, это высшая жертва, и хлебное приношение, в Ветхом Завете, я не приму их. И не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих. Ибо звук гуслий твоих я не буду слушать. Пусть лучше как вода течет суд. И правда как сильный поток. То, что дальше, это на самом деле еще страшнее осознавать. Вот многие люди, которые сейчас называют себя православными и не добавляют слова христианами. Для них Христос кто, что, для них религиозные праздники, там, не знаю, даже сырную седмицу они называют масленица. Понимаете, вообще не понимая смысла праздников, не вникая в них абсолютно. А смысл в праздниках во многих глубоко христианский, святые, которых вы почитаете, изображаете на иконах и хоругвях, они призывали в первую очередь к любви. Не надо мне говорить про Сергея Радонежского, который послал двух монахов. Мы знаем эту историю, мы знаем, что там было. Нерусские пришли к монголам завоевывать. Там другая совершенно была ситуация, не надо мне про нее рассказывать. Я не являюсь тотальным пацифистом, я не говорю, что нужно складывать оружие. Но когда на твою землю пришли, тогда надо сражаться. Послушайте, пожалуйста, православные христиане, напоминаю. Бог говорит через пророка Амоса Ветхозаветному Израилю. Это глава 5, стих 25. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет?» Дом Израилев. Безумный, казалось бы, вопрос. Как так? Ну, конечно, приносили. Они же поклонялись Киня, Завета, Моисея и так далее. Как это так? «Приносили ли, спрашивает Бог?» И говорит, «Вы носили скинию Бога Молоха и звезду Бога вашего Римфана, прошу прощения, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф, имя Ему. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым переходит Дом Израиля». Я не буду дальше читать. Хватит. Достаточно. Я мог бы еще почитать из Нового Завета, но я вам советую, почитайте Евангелие сами. Евангелие – это главная часть Нового Завета, их четыре. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, от Луки, от Иоанна. Кого-то из вас, возможно, ждет смерть в ближайшее время. Кого-то тюрьма. Кого-то отречение друзей, когда все друзья, может быть, даже родственники отрекутся от вас. Господь Иисус Христос будет рядом с вами. Именно Его надо искать. Именно за Него надо держаться в первую, в главную очередь. Я очень советую вам почитать Евангелие в эти тяжелые времена. Почитать текст Священного Писания. В первую очередь, Евангелие Иисуса Христа. Любое из четырех. Евангелие от Марка, от Матфея. Любое. Любое. Евангелие от Луки – самое историчное. Евангелие от Иоанна – самое глубокое, но оно самое тяжелое для чтения, для понимания. Достаточно прочитать хотя бы одно. Это займет у вас, если вы упорны, несколько часов. Но это согреет вашу душу, и вы почувствуете настоящий ориентир, настоящий фундамент. А возможно, вы даже, как митрополит Антоний Сурожский, почувствуете божественное присутствие. Я вам очень искренне этого желаю. Библия – это способ получить непосредственную, честно скажу, не совсем непосредственную, но реально через святых людей. Через людей, которые жизнь положили на переводы Священного Писания. Получить доступ к словам самого Иисуса, воплотившегося Бога. И обрести противоядие против всякой лжи. В первую очередь, против лжи в самом себе. Против собственного лукавства. А во вторую очередь, и против пропаганды. Против лжи чужой. Потому что, если что-то противоречит Священному Писанию, противоречит заповедям Иисуса Христа, вы точно можете понять, но это бред. Но это бред. Понимаете? Почитайте. Восстановите в себе себя. А потом можно разговаривать про какие-то совместные акции или про поддержку кого-то еще. Ребята, человека в себе. Возродите в себе человека. Может быть, тогда у нас будет по-настоящему общее христианское основание, чтобы действительно мы снова стали братьями. С нашими славянскими и братскими народами. Я надеюсь, мы будем братьями. С Богом, ребята. С Богом. Дай Бог вам всем. Не бойтесь смерти. Не бойтесь репрессий. Берегите себя. Берегите свою душу. Это важнее даже, чем беречь свое тело. Бог с вами да пребудет. Аминь. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя. Продолжение следует...